ДИНАРА САРТАЕВА В Карагандинском аэропорту встречали творческую группу фильма «Путь лидера». В Караганде состоялась традиционная елка Акима. Масштабный буран заставил поволноваться всех жителей области. Последний декабрьский месяц уходящего года не дает скучать карагандинцам. Метрологи Казахстана отмечают 90-летие своей службы. По этому поводу карагандинский филиал акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» провел заседание круглого стола, на котором присутствовали представители крупных предприятий и организаций метрологи области. Метрология началась в Казахстане в 1923 году с образования в Семипалатинске отделение Омской поверочной палаты. За 90 лет наука метрология сделала огромный шаг в своем развитии. Несведущий человек значение такого события просто не примет к сведению. Но в моих руках обыкновенная школьная линейка, но в то же время она является метрологическим и достаточно точным инструментом. Сегодняшний день без единой метрологической системы даже представить невозможно. Но, например, утром вы встаете и делаете свой первый шаг. Что он для вас означает? Да вы уже вступили в процесс измерения. В истории развития науки, техники, промышленности метрология не раз становилась главным инструментом решения важнейших научно-технических, экономических и социальных проблем. Деятельность всей метрологической службы республики, она прежде всего направлена на защиту интересов граждан нашей страны от последствий недостоверных измерений, обеспечение достоверного учета всех видов материальных и энергетических ресурсов. И, конечно же, на обеспечение безопасности жизни, качества, конкурентоспособности отечественной продукции. Представители крупнейших промышленных предприятий, таких как Арселор, Митл, Демиртау, Шубаркулькаумир, Казахмыс, говорили о всё возрастающей роли метрологии в производстве. Конечно же, работа производства, работа церков не может обходиться без работы метрологической службы. Всё возрастающая сложность производства изделий требует современной измерительной техники в промышленности и научных исследованиях. Это, в свою очередь, повышает требования к работникам отдела метрологии. Сегодня собрались ветераны, молодые сотрудники. Им есть, что сказать друг другу. Кстати, и молодых, и уже послуживших оценило руководство. Многие получили грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Ветераны хранят, а молодёжь перенимает традиции и постоянно повышает свой профессиональный уровень. 90 лет метрологии Казахстана – это гарантия обеспечения индустриально-инновационного развития экономики страны. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Не все карагандинцы ещё готовы к новогоднему празднику. В магазинах в шахтёрской столице продолжают закупать зелёных красавиц и подарки своим родным и близким. Какие гостинцы и сувениры планируют подарить жители нашего города, узнавал Николай Кровец. У меня нет ёлки. Я сейчас в поисках, чтобы купить себе тоже красивую ёлку. Карагандинка Светлана Фёдорова в поисках зелёной красавицы. Женщина обошла не один магазин в нашем городе, но пока ничего не выбрала. Видно, цены кусаются. Однако она всё-таки надеется, что новая ёлка обязательно будет стоять у неё дома. Пока лишь Светлана приготовила подарки для своих внуков. Перед Новым годом принято не только получать подарки, но и дарить их. До главного праздника уходящего года ещё осталось 10 дней. А 160 человек из департамента по исполнению судебных актов в Карагандинской области уже получили презенты. Вы знаете, очень приятно получать науку. В преддверии Нового года получать именно своим же детям новогодний подарок, который нас сегодня обрадовал департамент по исполнению судебных актов в Карагандинской области. Также нам подарил он новогодние пригласительные билеты, где мы можем посвятить своему ребёнку праздничное настроение, подарить ему. Именно билет в музыкальную комедию, театр музыкальной комедии. Среди презентов, которые сегодня активно покупают карагандинцы для своих друзей и близких, это символ наступающего 2014 года. По словам продавца, лошадь – это одно из самых любимых животных людей, поэтому все торопятся приобрести его. И цена лошадки разная – от 150 тенге до 60 тысяч. Всё зависит от размера и самого материала. Именно вот этот символ будущего года, вот лошадь, раскупается, она отлично. Потому что это вообще, это же одно из излюбленных животных. И к тому же сама по себе лошадь, как говорят, символ удачи, выносливости, силы. Вот поэтому красивый символ, добрый символ. А вот карагандинцы выбирают подарки по состоянию своего кошелька. Хочется поздравить всех и сразу, поэтому даже маленький сюрприз несёт себе большую радость. В общем, в отделе покупают абсолютно всё. И сувениры, Дед Морозы, Снегурочки. Зависит от кошелька, тоже зависит. Кто не читает, а тот, что подешевле. Но всё равно всем хочется сделать приятное, потом сувенирчик, ангелочек. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Первый Карагандинский. Накануне вечера в Карагандинском аэропорту встречали творческую группу фильма «Путь лидера». Его создатели и актёры приехали в наш город, чтобы пообщаться с жителями нашего города. Этот фильм презентовали недавно по всей стране. Только кинотеатр Сарыжа и Ляо в тот день собрал полный зал молодёжи, которые с интересом наблюдали молодые годы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. За хорошую работу творческой группе «Путь лидера» были вручены подарки и сувениры. После чего участники встречи сфотографировались на память. Создателями кино эпопеи «Путь лидера» о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве встретился Аким области Бауржан Абдишев. Он привёл творческую группу на встречу со зрителями, которая прошла во Дворце горняков. Творческая группа создателей киноэпопеи прибыла на родину первого президента, чтобы воочию увидеть, как карагандинцы и тимиртаусцы воспринимают их работу. Ведь на какое-то время наш регион стал съёмочной площадкой «Казахфильма». И мнение зрителей очень важно. Хочу поблагодарить Акима области, Балкина, за то, что вы пригласили нас сюда. И для нас это большая честь и счастье, наверное, стоять перед вами, перед этим великим народом на этой великой земле. Для нас это своеобразный творческий отчёт. По всей стране шагает фильм о непростом поколении 60-х «Путь лидера». Именно в то время рождались великие для Казахстана дела, а их воплощение стало настоящим для сегодняшнего поколения. Просматривая фильм, внутри такая играла большая гордость за свою страну, большая гордость за нашего лидера нации, гордость за Казахстан, что этапы развития Казахстана замечательно показаны в этом фильме. В съёмках киноэпопеи участвовали многие артисты Караганды и Тивертау. Работа стала для них незабываемой профессиональной школой и не только. «Настолько была сплочённая команда, настолько все работали профессионально, настолько было вложено в создание этого фильма любви. Ну, наверное, мы понимали все, о ком мы снимаем этот фильм. О лидере нации, это о первом человеке в Казахстане». Новый фильм «Путь лидера» – это серьёзное искусство, которое воспитывает подрастающее поколение и доказывает, что в нашей стране любой человек может достичь больших результатов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась традиционная ёлка Акима Октябрьского района. Более 150 детей в этот день получили подарки, поздравления с предстоящим Новым годом. Подробности в следующем материале. «Последние птицы на юг улетели, последние листья палец берёт, опять загружили по лесу метели, и первые не сильно ударили мороз». Ребёнка Ирины Жанхаевой принять участие в торжественной ёлке Акимата Октябрьского района пригласила администрация школы гимназии номер 95, где учится мальчик. Благодарности матери нет предела, ведь шанс попасть на такое мероприятие выпадает не каждому. «Пригласили на это мероприятие администрация школы, школа гимназии номер 95. Мы очень благодарны им за это предоставленную возможность. Хотим поздравить всех наших жителей города с этим наступающим прекрасным праздником. Пожла всем здоровья, счастья, мирного неба над головой и всего самого-самого хорошего». Мушкетёры и сказочные принцессы. В таких нарядах маленькие жители Караганды прибыли на праздник в один из ресторанов города. В этот день на новогодней ёлке собралось свыше 150 детей, отличников учёбы и выходцев из малообеспеченных семей. Новогодние убранства и подарки радовали маленьких участников торжества, а представления с участием ростовых кукол и Деда Мороза со Снегурочкой не оставили никого разнодушными. «Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья! Я тоже приготовила стих про Казахстан на казахском языке. Улыбки на лицах детей говорили сами за себя. Ёлка удалась на славу. Ребята рассказывали стихи, пели песни и водили хороводы. По словам депутата Маслихата города Караганды Геннадия Ивченко, подобные праздники помогают детям окунуться в атмосферу праздника». «Поэтому я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья всем детям, которые здесь присутствуют, всем родителям, всем близким и, конечно, исполнительной власти творческих, хороших успехов на благо нашего государства». Марк Блюшко, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. «Долина Нанди» «Орион». Мы приносим радость в дом. Масштабный буран заставил поволноваться всех жителей области. Порывистый ветер до 25 метров в секунду срывал крыши, валил деревья и остановки. Ограничение движения автотранспорта было введено во всех направлениях. Подробнее в следующем материале. Аномальная погода продолжает свой разгул не только на территории Карагандинской области, но и всего Казахстана. Так, например, в Астане из-за снегопада отменили брифинг с главой Нацбанка Кайратом Келембаевым. А в Алматы прорвало теплотрассу. В Караганде планировали ознаменовать начало новогодних праздников шествием Дедов Морозов и Снегурочек. Они должны были зажечь главную новогоднюю елку на площади Независимости. Однако мероприятие из-за шквального ветра отменили. На улице Крылова в этот день ветром свалило целое дерево. Правда, местные жители не отрицают. Оно было старым и, возможно, могло упасть в любую минуту. Одно хорошо – никто не пострадал. Раздался страшный треск, дерево упало. Ну, был очень сильный буран в это время, поэтому в честь не смогли сообщить. У нас отключили телефон временно, не было света. Но свет и телефон быстро дали. И вот проблем теперь нельзя не пройти, не проехать. Только в одной Караганде сильным ветром сорвало кровлю в четырех многоквартирных домах и в четырех школах. Шквальный ветер опрокинул остановку на юго-востоке. Из-за разыгравшегося не на шутку бурана была перекрыта дорога во всех направлениях. 19 декабря также из села Аксуа и Лышицкого района выехал за скотиной и заблудился, потерялся мужчина 69-го года рождения. Он смог дозвониться до спасателей. Однако мужчину так и не удалось спасти. Непогода стала причиной многих аварий, произошедших в Карагандинской области. В Осакаровском районе, на автодороге Алматы и Екатеринбург, в районе села Батпак, из-за неисправности оставился автобус. Силами ДЧС Карагандинской области было спасено 22 человека. Также в Жанаркинском районе проводились поисковые работы. Двое людей, двое мужчин направились за скотиной и оказались в снежном плену. Родственники потерявшихся обратились в отдел ПЧС Жанаркинского района. А на этих кадрах видна авария, произошедшая на трассе Караганда-Тимиртау. Перевернулся КАМАЗ с углем. Как выяснилось позже, водитель погиб. Стоило бы успокоиться. Прошло и бог с ним. Однако синоптики предупреждают. Гололед, усиление ветра и осадки сохранятся на территории Казахстана. И Карагандинская область не исключение. Марк Бешкол, Жасгабасов, Бахтий Распанов, 1-й Карагандинский. Сегодня в Карагандинском государственном университете имени Букетова прошла научная конференция, посвященная памяти казахстанского ученого Осета Балганбаева. Этот человек в течение всей своей жизни занимался изучением казахского языка при Институте языкознания Академии наук Казахской Советско-Социалистической Республики и написал много трудов по тюркологии. Казахский языковед Осет Балганбаев родился в 1928 году в поселке Актагай, Карагандинская область. У Осета рано умер отец, поэтому воспитание мальчика полностью легло на плечи старшего брата. Значимыми событиями для Балганбаева стало отличное окончание Алматинского педучилищ и поступление в 1947 году в Казгу имени Кирова. После окончания университета Осет Балганбаев полностью посвятил свою жизнь исследованию государственного языка. Эта личность очень интересная, которая оставила глубокий след в разных областях языкознания. Он был не только, я бы сказала, собирателем казахского слова, но впервые в казахском языкознании он обратился к проблеме синонимии. Осет Балганбаев в молодости увлекался собиранием кроватых слов пословиц и поговорок. Возможно, это и повлияло на то, что Балганбаев написал двухтомник и десятитомник толковых словарей казахского языка и оставил большое наследие для жителей нашей страны. Также он составил словарь Абая в 1958 году и сборник синонимов в 1962 году. Его труды были отмечены не только казахстанскими учеными, но и специалистами в области языкознания бывшего Советского Союза. Очень интересное высказывание известного тюрколога Баскакова, где он подчеркивает его значимость как тюрколога, известного исследователя. Очень много сделал Осет Балганбаевич для изучения казахского языка в средней школе, в высшем учебном заведении. Известны его учебники по лексикологии и фразеологии казахского языка, по которым до сих пор занимаются наши студенты. Анастасия Семенова, Ужас Габасов, Бахтияр, Спанов, Первый Карагандинский. 22 декабря в 21.30 в прямом эфире национального канала «Казахстан» будет проходить полуфинал телевизионного проекта «Казахстан-Дооса». Как только подключится линия голосования группы Алмаса-Кишкембаева, отправьте порядковый номер 29 на смс по номеру 3075 и голосуйте за Тимура Умарова. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите новости первого каргандинского и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова